Магазины, в которые мы чаще всего ходим, это, конечно же, продуктовые. Среди них у нас есть любимые, куда мы привыкли ходить за покупками. Они и рядом с домом, и уютные, и с тем ассортиментом, который нас устраивает. Есть постоянные покупатели и у магазина самообслуживание «Универсам» – торговой сети вариант, что на Октябрьской 15. Магазин давно уже перепланировал свою торговую площадь, расширил торговый зал и сделал его более удобным для покупателей. Здесь, как и в других вариантовских магазинах, все по полочкам. А полок этих и не счесть. Отсюда и количество товара огромное – тысячи наименований. Тем, что на полках и за прилавком, можно быстро и на свой вкус наполнить корзинку. Много продукций местных товаропроизводителей, например, мясного цеха фирмы «Вариант». Охлажденное мясо, охлажденные и замороженные полуфабрикаты. Продукция хлебозавода «Вектор» привозится в магазин дважды в день. Раскупается все. Девиз «Вектора» – мы за здоровье покупателя. Также много продукции Воскресенского сыродела. Ее ценят не только покупатели, но и сами продавцы. Продукты они покупают в магазинах, в которых работают. Качество – залог успеха. Все в нашем магазине присутствует. В первую очередь, это, наверное, «Вектор». Наш хлеб весь с «Вектора». Очень вкусный. Два раза в день к нам хлеб привозят. Да, утром и в обед. Много тортов, кондитерки. Люди к нам за него ходят. Нигде такого нет ассортимента. Мы продаем масло, сыры разных сортов. Также он у нас хорошо продается. Людям нравится. К нам приходят. С нашего мясного цеха – это мясо, в первую очередь. Также большой ассортимент. Всякие полуфабрикаты, например, голубцы, тевтели, ежики, сырники, салаты готовые уже. Холодцы. Каждый день также привозят салаты. Алена, вот скажите, пожалуйста, если бы вы были покупателем, в первую очередь, куда бы вы пошли, что бы вы стали покупать? Ну, как бы я бы пошла бы к отделу мяса. Потом бы посмотрела масло сливочное, так как оно нам нравится всей моей семье. И мы его как бы берем, всю продукцию. В этом магазине я работаю не так уж и долго, всего год. Но уже ко всем привыкла, коллектив хороший, дружный. Все друг друга переживают, помогают, поддерживают. Вот. Ну и как бы надеюсь, что подольше раздержусь здесь. Я тоже как бы в этой организации работаю почти три года. Давно очень. И также коллектив дружный. Заведующая у нас тоже очень хорошая. А график работает, да? График, да. Два на два как бы, ну, бывает, что вызовут, если нужна будет помощь. Товарооборот в магазине – это, как считают продавцы, живой процесс. Товар постоянно обновляется, продается и тут же заменяется новым. Здесь очень часто проводятся всевозможные акции, о которых посетителей магазина информируют плакаты и ценники. А еще специальные яркие надписи – что можно выгодно купить, а что является новинкой. То есть все покупатели замечают, которые даже приходят первый раз, они удивляются. Ой, сколько много желтых ценников. В магазине представлен широкий ассортимент детского питания, свежих овощей и фруктов. В замороженном виде тоже много чего можно приобрести. Это и ягоды, и овощи, и овощные смеси, и грибы. Консервированная продукция тоже разная и разных производителей, на любой вкус. В универсаме продаются и так называемые сопутствующие товары – бытовая химия, посуда, текстиль, игрушки. Здесь уже чувствуется приближающийся Новый год. В продаже сладкие новогодние подарки разной комплектации и стоимости. Приоритет отдается кондитерским изделиям российских производителей, известных в нашей стране фабрик «Красный Октябрь», «Родфронт», «Россия щедрая душа», «Концернобабаевский». Говорят, что на новогодней елке обязательно должна быть новая игрушка, хотя бы одна. Нет времени обновлять коробку с игрушками – не беда. Новую блестящую красоту можно купить в продуктовом магазине, так сказать, по пути к нужной полке с продуктами. Именно поэтому промышленные товары, соседствующие в одном магазине с продуктами, и называют сопутствующими. Среди новогодних – елочные украшения и гирлянды.